Всем привет! Вы на канале Ассоциация защиты животных и в этом видео мы поговорим про содержание енота в домашних условиях. Енот выглядит как милый и обаятельный зверек и поэтому многие хотят завести дома этого необычного питомца. Однако содержать енота дома непросто, поэтому вы заранее должны изучить всю необходимую информацию про содержание этих животных. Существует несколько видов енотов, но в домашних условиях чаще всего содержат енота-полоскуна. Длина его тела составляет от 45 до 65 сантиметров, а длина хвоста около 30 сантиметров. Вес енота в среднем составляет от 6 до 10 килограмм. Лапы короткие, с длинными чувствительными пальцами и острыми когтями. Пальцы настолько хорошо развиты, что следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Енот может передними лапами захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду, а также карабкаться по деревьям и спускаться головой вперед. При хорошем уходе и правильном питании домашний енот может прожить 20-25 лет. Специалисты рекомендуют приобретать в дом енота в возрасте от 1,5 до 3 месяцев, причем только из проверенного питомника и от домашних родителей. Такие любимцы быстро привыкают к новой обстановке, лучше идут на контакт и привязываются к хозяину. Для содержания енота нужен просторный вольер размером минимум 1,5 на 2 метра и 2 метра высотой на одно животное. Такие вольеры не продаются в зоомагазинах, их делают под заказ. В вольере обязательно должно быть укрытие, полочки, емкость с водой и аксессуары для игр. Еще можно разместить лоток и приучить енота ходить туда в туалет. Еноты очень умные и любопытные животные, и поэтому им нужны игрушки и развлечения. Желательно установить в вольере качельки, лесенки, коряги и прочее. Еще можно купить в зоомагазине игрушки для собак. Самое важное в содержании енота это кормление. Многие владельцы спорят, что лучше сухой корм или натуралка, но окончательный выбор принимать только вам. Натуральный рацион наиболее приближен к тому, что еноты едят в природе, но он должен быть разнообразный и сбалансированный. Сухого корма для енотов нет, и некоторые покупают этим питомцам корм для собак. Некоторые такие корма могут привести к ожирению животного или вызвать болезни внутренних органов. Если вы выбрали для вашего питомца натуральное кормление, то в его рационе должны быть мясо, а именно курица, индейка, телятина, говядина и кролик. Рыба, например, хек, минтай, тунец и треска. Фрукты, такие как груши, яблоки, абрикосы, киви, персики, бананы и другие. Из ягод можно вишню, малину, ежевику, облепиху, клюкву, виноград и клубнику. А из овощей дают морковь, свеклу, капусту, сладкий перец, огурцы и другое. Еще можно каши, например, гречку, овсянку и рис. Из молочных продуктов енотам дают нежирный творог, кефир и йогурт. В качестве лакомства можно сухой собачий корм премиум класса, сухофрукты, орехи и овсяное печенье. Ни в коем случае нельзя давать еноту сладости и шоколад, пряные и острые блюда, жирные продукты, копченая, цитрусовая и красную рыбу. Периодически в вольере енота нужно убирать, и многие не представляют, насколько это может быть сложно, ведь енот может попытаться выбежать из вольера, или ему может что-то не понравится. Слово нет, эти животные не понимают, а наказывать их нельзя, так как физическое воздействие енот расценивает как нападение и немедленно даст сдачи. Даже играючи енот может вас кусать, и ничего сделать с этим вы не сможете. Поэтому если вы еще не передумали заводить дома этого питомца, нужно запастись терпением. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.